Доброе утро, друзья! 28 октября, начало зимы, а мы продолжаем, я продолжаю знакомить вас с лучшими садоводами России. Подчеркиваю, это вам, конечно, это человек, который войдет обязательно в историю садоводства, как современный ученый, хотя не имеет никакого отношения к науке, но имеется в виду, что ученый от слова учитель, от слова учитель, ученый от слова учитель. Алексей Иванович живет возле Обдинска, фактически это Подмосковье. Сейчас я вас познакомлю с двумя гранями его таланта. Давайте так, вначале очередной его, он через меня вас знакомит со своими результатами, вот одно из них, внимание. Добрый день. Что это такое, как вы думаете? Это Айва, для тех, кто понимает. Вот, конечно, этот южный, крупный, вот оно дерево, вот оно. Еще попробую снимать. Такое здесь тоже. Вот такая вот передача в позор. Будет экзотический, для тех, кто понимает. Хорошо положить его в плов. Изумительный вкус получается. Вот. Растет, пожалуйста, дерево тут уже сколько у нас лет? Пять, наверное, шесть. Цветет интересно. На кончиках веточек крупные белые цветы, слегка синевой. Здоровская вещь. Ну, сколько тут? Три с половиной, четыре метра. Пожалуйста, не подмерзание. Хотя страдал от мышей. Я думал, пропадет. Качалось. Прогнал мышей. Ничего, выдержал. Болезней никаких. До самого мороза. Уже у нас было минус шесть. Сегодня минус три. Все нормально. Спасибо за внимание. Так, с этой гранью таланта познакомили. Вы знаете, что я забыл? Сегодня 28 октября, а 30 у меня вебинар. Я вот там озвучил. Это вот кусочек вебинара. Я там озвучил. Здесь я напишу его телефон для связи. Почему вам нужна с ним связь? Вот еще одна грань его таланта. Читаем письмо. Не ко мне. Вернее, которому я в данный момент отношения никакого не имею. Только озвучиваю. Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность Алексею Макарову. В осенью 20-го года приобрели в него саженцы в персиках. Шаханский. Ну, понимаете, Хасанский. Это просто человек на слух переименовал его. И абрикос первенец. Получили подробную консультацию по уходу и урафили. Так как мы садоводы еще те. Но при большом отделении в 1922 года, заметьте, осень 21-го приобрели. Весной уже 22-го года зацвели абрикос. Хорошо у персика 20-й точка. Но до последнего не верю, что что-то получится. Персик в этом году ей удалось попробовать. Так. А вот абрикос порадовал. Дети ели с удовольствием. 23-й год. Заметьте. Фактически он рос в 22-й год. Так. И вот 23-й. Дети ели с удовольствием, хотя равнодушно были к ним, но не смогли устоять перед сладостью и ароматом. Персики будем ждать в следующем году. Теперь уверен на 100% что и их попробуем. Но то теперь мои дети увидели, как цветут, растут, плодоносят эти экзотические деревья для Калуцкой области. Спасибо вам, Алексей. Теперь засадимся только к вам. Вот так, друзья. Значит, что мы имеем? Мы имеем один из отличайших случаев, когда на 100 питомников находится один не фальшивый. Вот. В котором растут, правда, и персики, и абрикосы, и сливы, и груши, и яблони, и всё остальное. Только сейчас вы видели фильм выше с айвой. Действительно экзотика. Айва экзотика для России. Так уж получилось. Так вот. Значит, телефон за мной. Ещё комментарий. Персик Хасанский в Калуцкой области растёт без укрития. Это два. Вот. Хасанский. Кстати, хвастаюсь. Это мой клон. Так, теперь. Что там ещё было? Очень скороплодность величайшая. Видите? Фактически рост зима не считается. 22-й, 23-й год уже были первые плоды. Значит, естественный аромат, вкус. Это вам нервный человек, который снимает здесь почти зелёными. И который дозревает без солнца в ящиках. Вот это вот я хотел подчеркнуть. И самое главное, питомник Алексея Ивановича настоящий. Из черенки для прививки он берёт со своего сада. Это такая редкость. А если бы миллионы садоводов сдали, как их дурят? Вот отсюда и моя способность, мой долг, моё призвание. Те редкие случаи, когда настоящие саженцы превратятся в цветущие сады, к сожалению, редкость величайшая. Я знаю всё несколько случайных, всю Россию. Вот. Тогда я призываю моих друзей заниматься питомниководством. Вот. А сейчас такая редкость. Батвеевы, Батвеевы, семья в Омске. Так. Рыкалины, Косовский край. Настоящий, я имею в виду. Так. Значит. Латинкова и... Латинкова и Алексейка. Латинкова Галина и Алексейка. Алексей Челябинск. Это я про настоящих, да? Вот. Сейчас я чувствую себя не очень хорошо. Так. И сразу сын Железов, который Красноя... Ну да, Красноярский край. Это Железов Сергей, мой сын. Город Красноярск. Это Елена Александровна Савинич. Так. Ещё где? Где наши ещё? Меденову я предлагаю больше перейти на питомниководство. Шофёра-дольнобойщика. Талантное лицо. Так. Гречишникова, Пензенская область. Ну, ещё несколько фамилий. И как жалко, что у меня отдельного списка-то нету. А, Жестовские, Хакасия, Красноярский... Нет, Хакасия, пригород Савиногорска, посёлок Майна. Вот. Жалко, несколько человек уже не с нами, на небе. И прекратили эту работу. Так. Тотаров Владимир, Савиногорск. Это где настоящие сады? Настоящие сады. Филиппьев, это Савиногорск. Володя, уникальный садовод. Что, неужели всё? Ну, несколько ещё по России разбросаны. Те, кто крат действительно сады настоящие. Но, если больше 150 плодопитомников присвоили, в скобках, украли. Мои фотографии. Почему украли? Потому что, если бы они просто показали, вот видите, какие могут быть сады. А они уверяют, что это их фотографию. Не уверяют, а просто нагло выставляют. И получается, что люди думают, что посмотрели на вот эту красивую фотографию абрикоса, слева, персика, ага, всё, покупаем. А на самом деле всё это враньё. Вот. Исходить будем из этого. И так, друзья мои, ещё не все работы я вам показал Макару Алексею, но на сегодня мне настолько хватило сил. Всё, заканчиваю этот. И так как получилось, что под рукой нет его телефона, телефон озвучу 30-го на вебинаре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok